Здесь, в святая святых Андрея Немирского, мастерской чего только нет. Различные отвертки, железяки, старые лампы, фонари от вагона метро. Кажется, здесь не то, что яблоку негде упасть, а даже маленькому винтику не уместиться на громоздких полках. Но мастер уверяет, здесь все на своих местах, и каждый предмет ждет своего часа икс. Такая любовь к безграничному собирательству всего и вся у Андрея с детства. Оттуда же любовь к конструированию. Всегда хотел быть дизайнером одежды, но для мальчика в то время это было очень странное занятие. У меня отец военный, поэтому я закончил БГЭО, специальность кибернетика, это матмодели, и посвятил часть своей жизни, экономике, занимался анализом, ну и бизнесом. Ну, это все параллельно сопровождалось творчеством, это была вторая часть моей деятельности. Любовь к светильникам проснулась у творческого обречания на три года назад. Как ни странно, первоначальный интерес вызвал именно свет, точнее игра света и тени, которая буквально приворожила брестского дизайнера. А свой первый светильник он не забудет никогда. Это линейный светильник, он был создан из трех видов профилей и декорирован медной трубой, вот как на этом светильнике. Он был сделан в стиле стимпанк, и, соответственно, вся технология изготовления была та, начало века, ну, начало 19 века. То есть тогда не было сварки, и все части между собой соединялись шурупами, болтами. О своих детичах Андрей может рассказывать бесконечно. Оно и понятно. Дизайнер проводит в мастерской львиную долю свободного времени, иногда неделями изучает целую эпоху, чтобы приблизить конструируемый светильник к реальности. Потом месяцами может над ним корпеть. Также Андрей часто берется не только за изобретательство, но и за реставрацию. Конечно, тут грех не похвастаться результатом. Эта старая немецкая лампа, она привезена из Голландии, была в довольно плачевном состоянии, покрашена каким-то лаком, который выцвел, был желтого цвета. Самого камня не было видно, то есть были какие-то проблески, было очень много выщербленных, и лампа представляла собой другую композицию. Я это все реставрировал, показал красоту Оникса. Оникс светится. Если включить лампу, Оникс не отражается, а пропускает свет. Если говорить о фантазии, то у Андрея с этим все более чем в порядке. На первый взгляд, кажущиеся несовместимыми детали в его руках превращаются в шедевр. Это будущий светильник в стиле стимпанк. Я вот пока подбираю композицию, собираю различные детали. Тут можно увидеть манометр, краны, различные трубки, фитинги. Вот про что я говорил, этот фитинг, ему порядка уже ста лет. Что такое фитинг? Это деталь для... Это соединительный кран для... Я так полагаю, что это было отопление. Как и у любого увлеченного своим делом человека, у мастера есть ослепительные планы на будущее. Я сейчас работаю над такой концепцией освещения без видимого источника света. Она будет основана на рассеянном отраженном свете. То есть, это будут какие-то стеновые панели, которые будут издавать мягкий свет. Дизайнеру очень нравится экспериментировать, потому он не делает светильники в промышленных масштабах и уверяет, его работа всегда уникальна. Нехватки в клиентах Андрей не испытывает, заказы есть всегда. Плюс основная работа, также связанная с электрикой. В свободное время он любит почитать исторические книги или классическую литературу, сосредотачивая особое внимание на описании интерьера того времени. И тогда в голове рождается новая головоломка, которую так и хочется побыстрее начать собирать. Грослава Коваленко, Эдуард Бакунович, телекомпания БУК-ТВ.